Проводить сложные операции смогут студенты медицинского факультета Марго, правда пока в операционной в роли пациента Манекен. Современная лаборатория, оснащенная по последнему слову техники, оборудована в Институте медицины Марго. Уникальный учебный класс был открыт и в нем начались первые почти практические занятия. Напомню, что медфак открылся на базе Марго всего два года назад, однако уже сейчас его материально-техническая база практически не уступает медицинским факультетам профильных вузов. Впрочем, формирование высшей медицинской школы в Морел продолжается. И о результатах работы можно будет сказать только через несколько лет, когда первые выпускники Института медицины Марго сменят статус со студентов-интернов на врачей. Здесь вводят катетеры, делают уколы, непрямой массаж сердца, пункции и многое другое. Только не настоящим пациентам, а высокотехнологичным манекенам, датчики которых показывают, правильно проводится процедура или нет. Это новый симуляционный центр Института медицины Марго, открытый на базе госпиталя ветеранов войн, где студенты будут отрабатывать свои практические навыки. Открытие центра – очередной шаг в развитии Института медицины, где по специальностям лечебное дело и фармация обучаются сегодня уже более 200 человек. Проект растет не по дням, а по часам. У нас уже аккредитованное направление лечебное дело, открыта фармация, в планах сейчас открытие направления подготовки педиатрии. Открывается масса новых лабораторий. Сегодня такое символическое открытие целого ряда череды лабораторий. Изначально был какой-то скепсис некоторый, но сейчас, когда мы увидели, какого качества идут дети, с каким уровнем знаний, средний балл ЕГЭ очень высокий. То есть действительно такая молодежная элита республики Морел сюда поступает, и с ними, конечно, очень приятно работать. И когда увидели настоящих студентов, первокурсников, то совершенно с другим дыханием наше врачебное сообщество к этому подошло. Уже традиционными стали встречи студентов медфака с главой Морел Леонидом Маркеловым, по инициативе которого два года назад и началось создание в республике высшей медицинской школы. Стоит отметить, что часть студентов специальности лечебное дело, а это 60 первокурсников и второкурсников, обучаются за счет средств гранта главы региона. А материально-техническое оснащение института медицины частично финансируется из республиканского бюджета. Таким образом в регионе решается проблема кадрового дефицита врачей. Естественно, что эффект от таких вложений проявится лишь через несколько лет, когда свои дипломы получат нынешние второкурсники. Несколько лет назад мы сделали шаг такой, но обдуманный, но все-таки решительный, открыть медицинский факультет при нашем Мазийском государственном университете. Сегодня мы видим, что уже второй курс профессиональный, ребята обучаются, что им нравится. У нас есть преподаватели из среды наших врачей и ничуть не хуже, чем в других академиях и университетах. И приезжие преподаватели из состоявших уже университетов и Казанского, и Нижегородского. Но самая главная задача, которая у нас сегодня стоит, создать материально-техническую базу факультета. И мы сегодня уже обратили внимание, что используя потенциал наших больниц, в том числе госпитал ветеранов, мы создаем специальные классы, где есть муляжи человека. И они учатся делать уколы, искусственное дыхание, даже роды принимать. Все это есть. И хорошо, что помимо инициативы правительства и руководства вуза, есть инициатива еще и врачей, которые хотят подготовить себе смену. Немалую роль в подготовке студентов играют и действующие врачи медицинских учреждений республики. Навстречу потребностям вуза идут в ведущих больницах Ешкаралы. Ведь многим из тех, кто грызет сегодня гранит науки, предстоит однажды лечить людей именно здесь. Все преподаватели, все люди, которые здесь работают, они очень ответственно относятся к нам, преподают хорошо, все объясняют. Открыли сейчас, в прошлом году были палаточные заведения, где мы обучались практическим навыкам. В этом году уже открывается терапевтический кабинет на пятом этаже здесь, в котором мы будем уже заниматься пропедевтики. Это уже наш будущий шаг вообще в нашу профессию. Впрочем, впереди у сотрудников Института медицины Маргу еще очень много работы. Уже со следующего учебного года здесь открывается специальность педиатрия, а в дальнейшем планируется начать подготовку врачей-стоматологов. Редактор субтитров А.Семкин